Итоговую встречу с населением провел Аким района Шалакына. Ербол Сагдиев подробно рассказал о проделанной работе. В частности о том, как решаются проблемы сельчан и какие планы намечены на текущий год. Послушали главу района и наши корреспонденты. Сергеевка – административный центр района Шалакына. Здесь проживают более 7 тысяч человек. О проблемах, которые есть в населенном пункте, мы спрашиваем у горожан. Жители Сергеевки называют главную из них. Летом асфальт разбитый, но тоже латают латочками. А что-то латочку пролатали, опять же проехала машина, опять все выбило. А так засыпали шлаком, ямки ровняли. Ремонтируют, но очень некачественно. Вот я на Букетово живу, там у нас самая лучшая дорога была. Сейчас объездную сделали по нашей улице, начинают разбивать. Как эта проблема решается, расскажем немного позже. Вместе с тем, сергеевцы говорят, город преображается. Жители района отмечают, Новый Аким, Ербол, Сагдиев большое внимание уделяет благоустройству населенных пунктов. Так, например, в Сергеевке в прошлом году появилось несколько новых фонтанов, отремонтировали центральную площадь города и парк Победы. Об этом и многом другом в докладе Ербола Сагдиева. На руководящей должности в районе он всего 7 месяцев. За это время удалось добиться увеличения основных социально-экономических показателей. Рост объемов производства промышленности в 2015 составил 114%. В районе успешно реализуется проект по переработке сахарной свеклы и массивных культур ТО «Трансагроинвест», включенный к карту индустриализации. Сумма проекта более 1 миллиарда тенге. Дополнительно будет создано 104 рабочих места. Проект по производству пилетов ФК «Муса». Проект также включен к карту индустриализации. Сумма проекта 55 миллионов тенге. Мощность проекта 2,6 тысяч тонн пилетов в год. ТО «Сергеев» в Касутуином ДРЭ проводит модернизацию завода и запуск производства цельной молочной продукции. Стоимость проекта 130 миллионов тенге. О планах на 2016-й Ербол Сагдиев говорит подробно. Ремонт дорог – обязательный пункт, который нужно выполнить. На это в 2015-м потратили почти 30 миллионов тенге. Работу продолжат и в текущем году. В 2016-м году на ремонт дорог районного значения выделено пока 60 миллионов тенге. Из них на ремонт на город Серегеевку 25 миллионов тенге, значит, и на ремонт в сельских округах, значит, 34 миллиона тенге. Но это я еще раз сказал пока, потому что мы сейчас после отчетных встреч будет буквально на днях сессии районного Маслихата, где мы будем увеличивать свою доходную часть до 400 миллионов, значит, и, соответственно, будет еще у нас перераспределение средств, потому что мы в 2016-й год, как мы с вами договаривались, в районе объявлен годом дорог, значит, раз навсегда, значит, покончить проблему с дорогами. После завершения доклада по традиции вопросы от жителей. Их почему-то никто не задавал. Зато есть поручения от руководителя аппарата Акима области. На 1,4% сократились инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве. В этом году необходимо поработать над созданием еще племенных репродукторов. Слабо развита в районе переработка сельхозпродукции. Здесь я тоже хотел бы попросить местных товаропроизводителей и сельхозников обратить на это внимание. В районе Шалакына проживают больше 26 тысяч человек. В его состав входит 12 сельских округов и город Сергеевка. К слову, с жителями всех населенных пунктов Ербол Сагдеев уже провел отчетные встречи. Это была заключительной. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.